Занята полностью остановка. Перекрыты все входы. Детям неудобно, старикам неудобно. Во-первых, не видно. У нас здесь почта, магазин. Человек вышел с остановки, груженный, не груженный. Он идет прямо в магазин, идет прямо на почту. Теперь обходить, особенно когда дети, это вообще страшное дело. И зачем нам этот магазин? Какой здесь новый товар будет? Здесь будет аналогичный товар. Что здесь? Что здесь? У нас пять магазинов вокруг. Это строится только так, чтобы конкурентов столкнуть лбами и, как говорится, вражду между собой. Мы облагораживали на протяжении, сколько тут находится магазин, эту территорию. Пулитку ложили. Была тут клумба построена. Ремонт остановки мы осуществляли. Кстати, нам райисполком центрального района присылал письмо, чтобы мы облагородили остановку, чтобы покрасили ее, привели в порядок. Мы это все выполнили, но райисполком посчитал ненужное, чтобы нас уведомлять, кто тут строит. Мы уже запишем, попробуем по новому. Не, не надо перезаписывать. Наш магазин стоял вот на этой территории. Нас отсюда убрали, потому что мы закрывали путевый. Сказали, нельзя здесь стоять, убрали в сторону. Эти приехали, вообще поставили будку на мое место. У меня получается, что 5 метров мои. Я плачу аренду за эти 5 метров от киоска. С одной стороны, со второй, с третьей, с четвертой. Они вообще рядышком поставили, даже не спросили ничего. Что-нибудь, почему неизвестно. Вот вам все выложено. Вот эта информация выложена. Месяц как начали строиться. Приехали, поставили. Ни согласования, ничего. У нас здесь стоит канализационный люк, который перекрыли. Там развод чистится, канализация. Главное, что приехали, я же говорю, вот эту будку поставили, даже не спросили. Они хотя бы просто спросили, можно мы поставили или идемте. Нам важнее. Спасибо большое вам. Во-первых, самое интересное, что у нас вот он заезд. Заезжают все маршрутчики. Заезжают.